В администрации района состоялось первое заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. В работе заседания приняли участие первый заместитель главы района Руслан Емыков, заместитель главы, управляющий делами администрации Рустам Хасанов, заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Светлана Куришева, начальник отдела подготовки и проведения переписей наблюдений Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Фарафонтова, главы сельских поселений. Открыл мероприятие председатель комиссии Руслан Емыков. Если говорить о особенностях с Российской переписи населения, уверен, что для нас тут ничего нового и сложного нет. При поддержке и содействии Федеральной службы государственной статистики, безусловно мы с этой работой справимся. Но, тем не менее, вопрос очень серьезный. С приветственным словом к присутствующим обратилась заместитель руководителя управления Краснодар-Стат Светлана Куришева. У нас сегодня первое заседание комиссии муниципального образования Кашкавовский район. И мое глубокое убеждение, как мы с вами сейчас выстроим работу, как мы учтем все ключевые моменты предстоящей переписи, так и работа дальше у нас пойдет. Поэтому это очень важное сегодня у нас мероприятие. И большая просьба ко всем присутствующим исполнить все рекомендации сегодняшнего заседания комиссии. и в части информационно-разъяснительной работы, что для нас очень важно, должны мобилизоваться к той дате, когда настанет часть X, это момент переписи в октябре, мы должны быть на 200% готовыми к этому мероприятию. Итоги переписи, конечно же, крайне важны в масштабах страны, в масштабах республики и, конечно же, в масштабах муниципальных образований и сельских поселений. Правильно учить население в межбюджетных отношениях. Это просто сложно переоценить итоги этой переписи. И особенности этой переписи, которая у нас пройдет в следующем году, об этом тоже позже расскажем. И итоги, вот что, я не знаю, хочу сказать, итоги, предварительные итоги переписи, крайне сжатые сроки будут доступны. Поэтому это очень будет мобильная, быстрая перепись, но по охватности и по качеству итогов она будет так же содержательна, как все предыдущие переписи. На первом заседании было рассмотрено шесть вопросов. Члены комиссии утвердили план заседания на 2019-2020 годы и распределили обязанности между членами комиссии. Далее с подробным докладом выступила инструктор территориального уровня группы ВПН Краснодарстата Мария Тбижева. В своем докладе она рассказала о нормативно-правовом обеспечении и организационных особенностях всероссийской переписи населения 2020 года, об итогах работы регистраторов по актуализации списков адресов и картографического материала, о состоянии адресного хозяйства в населенных пунктах района и о проверках введения по хозяйственному учету в сельских поселениях. Мария Тбижева в своем докладе отметила, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 4 ноября 2017 года с 1 по 31 октября пройдет очередная всероссийская перепись населения. Перепись даст новую оценку численности населения, которая позволит оценить демографические и социально-экономические характеристики, разработать меры для улучшения качества жизни населения, пересмотреть расчет по обеспеченности социальными и инфраструктурными объектами. Вот очень важно обеспечить полноту учета населения при проведении всероссийской переписи населения 2020 года. Дата переписи населения, момент времени 0 часов 1 октября 2020 года. Сбор сведений о населении при всероссийской переписи населения 2020 года производится с 1 по 31 октября 2020 года. Заместитель руководителя управления Краснодарстата Зарима Курижева подчеркнула, что впервые перепись населения будет проводиться с использованием цифровых технологий. Что касается персональных данных, было отмечено, что все они будут обезличены и будут использоваться только для свода данных о количестве населения, об условиях проживания, исходя из вопросов переписных листов. У нас должна быть единая цель. Мы должны у населения муниципального образования родить доверие к этому мероприятию, потому что, да, существуют какие-то течения, которые призывают уклоняться от переписи. Это не наша тема. Мы должны убеждать каждого жителя района, что это мероприятие не кому-то нужно, а нужно прежде всего нам, жителям республики, жителям муниципальных образований. Отвечая на вопросы анкеты искренне, полностью, мы делаем очень полезную работу для себя. Идеология переписи, прежде всего, это очень важно, конфиденциальность всех данных, которые вы в своих ответах на вопросы анкеты дадите, эти данные не будут персонифицированы. То есть, с юридической точки зрения, никаким образом нельзя использовать даже микроданные переписи, то есть, данные конкретно по людям, нельзя будет использовать в таких целях, если там не будет фамилии, каким образом можно использовать данные переписи. Концепция, проводимая переписи, это ее использование микроданных, то есть, они будут публичны, они будут доступны для научного сообщества, для студентов, чтобы, используя эти микроданные, проводить, может быть, какие-нибудь, там, для школьников, какие-то свои изыскания, какие-то разработки полезные для конкретного субъекта, региона и так далее. И декларируемая на федеральном уровне конфиденциальность, это правда. Для таких целей данные не могут быть использованы. В завершение, обращаясь к присутствующим заместителям главы района Рустам Хасанова, отметил необходимость проведения качественной информационно-разъяснительной работы среди населения Кашхабрского района.